Добрый день! Сегодня у нас 4 июля 2016 года, в Америке самый большой праздник. И я спешу сделать маленькую зарисовочку по поводу плейлиста, который я грозилась вам выделить в отдельный. Я обычно называла эти уроки номерными, поэтому и плейлист будет называться точно так же. Это номерные уроки, где я прослушаю сама те уроки, которые я давала 2-2,5 года назад. Что-то добавлю, может быть, что-то обрежу, потому что в то время я еще обрезать не умела. Но они будут все в отдельной папочке. И если какие-то уроки из просмотренных вами в разделе «Как выйти замуж за иностранца» не уроки, а наши разговоры о чем-то покажутся вам достойными того, чтобы их рассматривать в качестве урока, то вы мне просто пишите и говорите, Галя, вот этот ролик тоже помести в номерные уроки, потому что ты там говоришь все методики, которые очень хорошо работают для того, чтобы себя полюбить, для того, чтобы цель наметить, для того, чтобы к ней идти семимильными шагами и достигать всего поставленного. Я спешу вам это сделать, сидя в маске перед экраном, потому что моя утренняя рутина не меняется, праздник не праздник, масочку с утра мы обязательно накладываем для того, чтобы вам приятнее было на мою физиономию смотреть, да и мне самой самое главное в зеркало было бы приятно смотреть. Поэтому я поставлю какие-нибудь фотографии, может быть, даже из последней нашей с Ленусей поездкой, потому что их разыскивать не надо. И выкладываю сегодня уже первый урок. Я второй урок вчера тоже обработала лежа в постели, но я его не буду выкладывать, несмотря на то, что вы можете их все просмотреть, они у нас есть в плейлисте «Как выйти замуж за иностранца». Я все равно настаиваю на том, чтобы вы не проглатывали эти уроки. Они не созданы для того, чтобы их просмотреть за полчаса. Они созданы для того, чтобы вы каждое слово осмыслили и поработали над собой. Если вы пишете до сих пор, находясь на моем канале год-два, два с половиной года, и продолжаете говорить о том, что у вас не получается, значит, вы эти первые номерные уроки не проработали, а просто прослушали. Поэтому никуда не спешите, лучше медленно, но идти к цели, чем скакать с холма на холм и ничего не достигать. Я очень хочу, чтобы у всех все получалось. Мы этот плейлист открываем в такой замечательный день. Я уже американка, я уже люблю эту страну, и я праздную этот день с огромнейшим удовольствием. И я поняла, насколько значим этот праздник для американцев, просматривая один из фильмов. Пойду сейчас у мужа, спрошу, может, он знает название, я тогда подпишу по сюжету. Может быть, кто-то подскажет. Этот фильм был о военном времени. В немецком лагере находились американские военнослужащие. У меня язык не поворачивается назвать этот лагерь концентрационным, потому что обстановка там была не такая, как в тех лагерях, в которых содержались русские военно-пленные, просто пленные. И они делали подкоп для того, чтобы убежать. И как-то умудрились сделать самогоночку для того, чтобы отпраздновать этот праздник 4 июля. И вот с этим фильмом мне пришло понимание, что праздник-то очень большой. Он на самом деле очень большой. И я, к сожалению, не смогла заранее подумать, что я буду так занята. И не сделала заготовки ранее, чтобы мои ролики выходили так же, как всегда. Каждые 7 часов я приготовилась к тому дню, когда мы уезжали к матушке. А вот остальные дни у меня были тоже очень загружены. Но я постараюсь сегодня хотя бы одно-два письма зачитать. И у меня вот эти ролики тоже будут выходить. То есть, когда я уже очень уставшая и ничего не хочу говорить, я буду обрабатывать старые ролики. А с вами была Галина Смит. Сегодня самый лучший день. Всего доброго. Пока-пока.